Прорывную технологию изготовления запчастей для снятых с производства машин нашёл Ниссан. Делать кузовщину отныне смогут роботы без использования пресс-форм. До сих пор отливать детали по цифровой модели могли разве что 3D-принтеры, а вот для штамповки металлических панелей нужна пресс-форма. Даже если производство кустарное, то выстучить деталь молотком можно только по болванке, а для промышленности изготовления штампов важный и дорогой этап освоения производства любого нового автомобиля. Но потребность в запчастях не исчезает и после снятия модели с конвейера. Выходит, что дорогостоящие штампы должны храниться десятилетиями. Ниссан уверяет, что проблема решена. Японцы закрепили лист металла между двумя роботами, которые совместными усилиями гнут его и придают нужную форму. Инженеры потратили 5 лет на создание программы управления и проектирование конкретных инструментов. И теперь намерены поставить технологию на поток, выпуская детали для снятых с производства автомобилей. Юбилейный комплект «Астонов» к столетию от Ильи Загата состоит из двух машин. К переизданному ретро-кару DB4 теперь добавлена и современная модель – DBS GT. Купе основано на серийном суперкаре DBS Superleggera. Но бензиновый V12 с двойным надувом форсирован на полсотни лошадиных сил. Кузов переделан полностью. Выпуклая крыша целиком углепластиковая. А решетка радиатора сложена из 108 ячеек, которые закрываются после выключения двигателя. В салоне оригинальная панель, сидение и декор, созданный по технологии вакуумного напыления золотом. Всего выпустят 19 юбилейных комплектов. Без учета налогов два автомобиля обойдутся в 6 миллионов фунтов стерлингов.